Города Таких арт-даджиков, как я называю И решили поверить в себя И запустить собственный проект фестиваль Тайпл Вот логотип у меня на Гурги Времени, к сожалению, очень мало И за этот час я вам практически ничего толку не расскажу Но Организатор конференции Вероника Спирникова У меня написала план Что я буду рассказывать И это то, чем мы в том числе и занимаемся И совсем недавно Отличная фотография, прекрасная Совсем недавно В городе Северодвинске я выступал На подобной конференции, посвященной благоустройству Городских территорий Буквально за 10 минут Перед тем, как выехать на такси Я всегда опаздываю Выехали на такси туда, я зашел в интернет И быстренько нашел фотографии Тех мест, тех городов, где я был Где я видел своими глазами То есть, знаете, набирают в Ярославль, Северодвинск И вот фотографии Чтобы показать, зачем мы это делаем То есть, для начала это такой не то, что негативный пример А просто вот Наша реальность А можно следующую фотографию? Это вот Да Предыдущая картинка была набережная Ну такая, отшибленная набережная В Северодвинске, на улице Театраль, Восемь и Светлана В общем, два года назад мне было желание Сделать вот такую штуку, но ничего не вышло Почему? Я расскажу подробнее позже Можно следующую фотографию? Вот, например, у нас в Северодвинске Популярно ставить разные запчасти От глибных винтов Вот, набережная Александра Зрячева Следующая фотография Тоже такой арт в Северодвинске есть Это набережная острова Яковь Самое красивое место в городе, на самом деле Но почему-то с такими объектами Дальше Это камень, посвященный Ричард Ченслеру Здесь ничего не видно Но на самом деле это камень На нем дронзовая мета Где говорится о том, что Когда Ну, где-то лет 500 назад, а примерно Год точно не помню Ричард Ченслер, британский мореплаватель Который пришел на корабле Эдуардон Эвентура В царстве Ивана Громова Он искал северный путь к Индию А в руку к Русску И в общем так начались наши торговые отношения И после этого появился и Арканец в том числе Соответственно этой Отличной исторической идеей Посвящен вот такой неприкольный камень Когда я привожу туда друзей Из других городов, из других стран И рассказываю все это, все расцветает Тут было это, тут это, тут парусники заходили Все, ах, если человек уезжает просто Они думают, боже мой Как люди здесь живут? Здесь так непрессивно Вот, можно сказать, что это? Ну, это вот, в общем, наш ДТК Это как маленький кодус, да? 20 тысяч населения Отдельная территория от Северодинска Вот там тот, какой-то древной вид Справа видно У нас город Королевов и древние ренты Дальше Ну вот эта история, это уже Краснодар Где в прошлом году Пешеходная улица Красная Вот такими штучками рассвечена Дальше Это тоже вот Краснодар То есть улица перекрывается И вечером становятся пешеходные Если вы бывали в Европе Или, так сказать, в Азии, в Восточной Это очень популярные Точные базары То есть люди там живут Так, это, по-моему, тоже Краснодар Та-та-та-та-та Ну, помню, тоже, наверное, Краснодар Следующий А вот этот, наверное, очень долго Точнее помню Эта улица Покровская, да? Просто я хочу сказать, что в каждом городе есть свой Арбат Есть своя пешеходная улица Есть А свою местечка Дальше Со своими вот такими объектами Ну, хорошо, что они там есть, да? У нас такого нет В Арканинске есть улица Чумбарово, Чересского Слава Богу А в Североденске нет ни одной пешеходной улицы И не то, что там какого-то искусства на улицах не хватает Ну, ничего не хватает Ну, это все тоже Нижний, да? Вот это уже по Модернове Это набежная Петрозаводска Да, там, несмотря на то, что это областной центр То есть, Беспубликатский центр Они столичный город Очень много объектов на набежной Города побратимы каждый год дают В Петрозаводске И вот такие и модерновые вещи Какие-то интересные И вот лесные скульптуры на тему Карелорфинской мифологии в том числе Очень прикольное место Эта фотография вот Найденная за пять минут из интернета Я не специально готовилась в этой автобусе Гораздо лучше можно здесь все показать Так, это, наверное, Ярославль Улица Улица Тоже местная папка Как же это называется? Опять забыл Красный Нет, нет, не красный Мы будем удивить Да, дальше Дальше А, у Лук Сахирова А, вот Родной Сибиротлинзик Да, да На самом деле Можно сейчас папку закрыть И открыть презентацию По-английски она называется Тайпово СМО Аркворкс Ага, подробно Логически Вещь, что случилось с фестивалем Мы Делаем там разные Локации Сцены Какие-то детские площадки Спортивные площадки Литературные Книжный шкаф Где можно взять книги с собой И так далее Очень много разных Историй И я пытаюсь этот фестиваль Делать без алкоголя Поэтому для того, чтобы люди Понимали, что у них отнимают там Любимую привычку Мы С щедрой рукой Сказочника Раскидываем Разные Сказочные вещи То есть декорации Вот эти большие скульптуры То есть взрослый человек Со своими уже Привычками Попадая В необычную среду Принимает правила игры Если он хочет принимать правила игры игры И все И вообще Сознание меняется После трех дней На мероприятии Люди Возвращаются окрыленными И верят в то, что можно сделать Со своими руками И так далее Вот Ну и отдельная часть Это наша скульптура Сейчас будет история о том Как это все начиналось Можно следующий слайд? Оп Как создавался стих Это фраза из группы Каст В 2011 году На берегу Белого моря Недалеко от деревни Соуза Я отдыхал с друзьями своими опять же И там очень много Платников Эти вот седых деревяшек На берег моря Они похожи на кости Для исторических животных В какой-то момент Ну все стали Играть на гитарах Бить барабаны Жечь растры И я сказал Ребята Это же реально кость Не знаю Мамонт наверное Чего-то еще И вот первая фигура Которая родилась абсолютно Спонтанно Это был мамонт Поэтому мамонт у меня Красуется на груди Это все сделано Без Ну вот тут уже есть гвозди А в предыдущей фигуры Тут даже воздельность не было У меня не было лопаты Мы использовали просто Походную миску Чтобы копать грунт Вкапывать бревны И так далее Использовали Бребовецкие сети Которые находили На берегу моря То есть вот прямо Державок под ногами Мы взяли все это построили Вот эта комбала Она высотой наверное Метров шесть Даже больше То есть мы ее вкапывали В течение всей ночи Слава Богу ночью первой И так Вот там где-то горит Город Севродынск В конце концов вкапали То есть И что приятно И местное население И бабушки И дедушки И военные Которые там очень много Отнеслись к этому Благосклонно Они не стали думать Что мы какие-то едва поклонники Еще что-то Это было просто Ну Наивное творчество Взяли Сделали комбалу Сделали наваду А Вся эта история Постояла С лета До 11 ноября 2011 года Когда случился Очень сильный шторм Который разбил И нашу Крутированную набережную И раскатал Все Все вот эти Первые объекты На этом месте Мы решили сделать Вестиваль Тайпл В 2012 году Вот Пегас Который был построен Уже с гвоздями Уже с гвоздями Побольше Не так давно Его дачники распилили Все таки дрова Здесь не видно Масштаба Действительно Метров 6 Весотометров 8 Длиной большой Если я буду проходить Под его Брюхом Ну наверное В прыжке Дотянусь То есть Это большая Скультура Но сделана абсолютно Очень быстро Два-три дня работы И пять человек Одна лопата Одна ножовкой И погнали Вот Взяли Это собрали Это в принципе Стало символом нашего Конкурса Арт-объекта Как я говорил Мы уже строим сцены Все что мы делаем На фестивале Делать со своими Нурами Из подручных материалов Из подручных материалов Из подручных новых Или из найденных Ну вот такие сцены Видимо и как Вот такая детская площадка У нас была 2000 Вот этот фестиваль Тайпл Большой такой Ледущий характер Вот он В свете Ну он Достаточно А потом У нас Была такая Скультура Голова Наверенная сказки Мукушкина Собрата Стало там Два Кузнецов Вывезли Кузнецов Вывезли 1000 Человек Построила эту башню Башня Когда горела Метров 10 Была точно Кто-то думает Что это мое лицо Ну где это неправда Но это была такая Наша скульптурная Архитектурная Доминанта Которая Всем запомнилась Городские проекты Можно дальше После успеха Первого фестиваля Нас попросил Национальный парк Русская Арктика С предложением Изготовить фигуру Из бочек Которые вывезли Из земли Франции Осип То, что вы видите Это нарвал Вырывающийся из воды Слева Александр Менухов Наш главный дизайнер Рудожник В принципе-то Его Рукам принадлежит все Я скорее захвоз Рисовальщик эскизов И вот Нам привезли эти бочки Если вы В эквиваленте Рубли Русские Еще до падения рубля Эфина работала Полмиллиона рублей Так они тоже стоили Нам сказали Это же символ Очищая мажетку Давайте что-то построим Нарвало Вот он есть Буквально за три дня Распилили бочки Болгарками Использовали Саморезы Зварку И так далее Вот такую штуку построили Покрасили В итоге На набережном Простояло Музей Музей Освоение Имеропозиции В общем Что-то право Зову название Вот Но это история О том, что искусство Мы можем создавать Но иногда Оно Вот Вы наверное Вспомнили Это место Это та самая Нарвежная Просто Грубо говоря Есть Северопольские два Больших моста Один из них Идет Так называемый Квартовый И Люди Летом Проходят На машинах Там Большой трафик И Пешком Несколько тысяч человек Мне кажется В сутки туда Обратно Проходят И все В этом месте Кормят Уточек Мне показалось Ну надо сделать скамейку Для тех Кормят уточек Мы ее сделали Я написал Муниципальный грант Очень небольшой По-моему 40 тысяч рублей Выиграл От отдела Пармонист экологии Столь была такая Мы строим эту скамейку И проводим разумеется Массовую уборку территории Каждый год Два или три года подряд Я этим занимался И В общем Опять же своим примером Показывал Что можно и нужно В свой город уважать Любить Вот скамейку мы сделали Я одевал сильные сапоги И заходил в это очень плохо пахнущее озеро Потому что для него Канализация Сливается Тем не менее Результат был 80 Где-то мешков с мусором Мы собирали С активистами И скамейка стоит до сих пор И что приятно Почти За эти три года уже Я один раз там видел какую-то наклейку Серии Уплю шубы Или продам шубы Что-то в таком духе И один раз всего У них были золоченые Торцы Остались зеленые Ну кто-то видимо То есть люди Знают кто это сделал Что это сделало В принципе Такими же абсолютно горожанами Для горожан Видя и зная О том что Это все В том числе и фестиваль Тайбл То есть этот Логотип Он как Протекторный знак Защитный знак Работал И в общем Пакостными надписями Никто ничего не списал Это очень можно Потому что Часто Когда Городское население Не так включено Во всей этой истории В Архангельске Например я знаю местечко Где сделана Красивая скамейка В виде Сердец Для Молодоженов Что там только не написано Это просто Вообще враг Не знаю почему так Но вот так Может если бы это сделали и мы И обо всем этом рассказали Может быть Монтализм было бы меньше Вот Можно следующий сайт Часто Я написал еще один проект На те же самые 40 тысяч рублей И мы решили сделать Простовой столб Ну получился немножко Мрачноватый К сожалению То есть История такая Перемещается В пространстве Мы кочуем И вот мы сделали Такой Крулью Который крутится Туда-сюда По направлению Ветра И сделали Вот Из этих деревьев Привезены в Сморе Три указателя Где раньше проходил фестиваль Деревня Солзор Деревня Нарзагоры И Деревня Малая Тога Как вы видите Он уже не такой монталово Устойчивый к скамеи Поэтому к сожалению Все эти значки уже поотрывали Но Монтализм еще там стоит Вот Отдельная моя история Когда я делал скамейку Мы ее просто поставили И все Поставили Поставили И поставили Ничего не согласовывали С этим С этим объектом Я решил пойти По правилам И из-за того Что мне пришлось Выкопать Грунт Примерно объемом Одно ведро Двенадцать литров Может быть два ведра Чтоб немножко забетонировать Там стержень Железная стоит Ну там такая мощная переписка С отделом Ахитектуры Нельзя 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 Ты Нельзя 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 К сожалению Ветра И местное население Так не допрыгнуть Но снег Лопадает Сразу История успеха в городе нас пригласил поработать художник крошите людей сделать умные фигуры на 2 семена длины опять же большущие объекты то есть это в тот же момент коренья должны оживать шевелиться нас есть видео если мы успеть вам покажу вот вот конечно фотошоп этот зеленый огонь как мы строили строили через неделю 10 дней мороз был не собрать 30 35 градусов у нас была очень маленькая бытовка очень было все сурово никакой техники все это в общем но мы это сделали в итоге опять же для того чтобы никто не подгорел еще в безопасности скульптура это след на беже длины так что люди которые наблюдали вот такие непонятные костры в общем в дизи было а фотографии хорошо на видео отлично в реальности недоумение недоумение это опять же о том что у нас очень часто настолько пугаются все ответственности что хорошие вещи проходят плохо заметно это вот мы сделали рима голова нашего этого велика вот здесь мы сделали в полу бифинга порода пологнома я не знаю можно дальше да еще один городской проект который возможно и здесь когда-то реализуется есть такой оператор мобильной связи теле 2 либо проект чест фест честно дешево сейчас у них слоган а до этого частные местные то есть городской фестиваль который ориентирован не на привозных звезд а именно вот на коммерсантов местных производителей пирожков местных и в общем нас позвали сделать такую скамейку она за 12 метров можно следовать вот мы ее сделали мы набилили рыбок лично я тоже сам видел из панелей вот таких рыбок я не помню сколько это было и в момент этого мероприятия одна из активностей была можно подойти и нарисовать рыбу конечно мы сказали давайте мизинский стиль потому что по цвету и все попроще да все эти там болезнь и северодинские истории не прошли люди конечно принесли скамейку удалось но за ней не следит она к сожалению сейчас не в таком красивом виде но очень популярная все время прохожу все время бутылки другие следы жизни деятельности после 1 сентября после последнего звонка вообще огонь просто я чувствую молодежь отдыхает на этой скамейке но опять же история такая то есть ну в принципе она не изгасана не изгасана она просто вот выцвела и если на них ухаживают в нормальном состоянии да то есть когда горожане сами принимают какое-то участие в украшении своего города отношения к этим украшениям более лояльно мне так кажется можно сказать что-то вот красивая жар птица как она нарисована была следующая свадьба после первых успехов с огненными фигурами в торлергии нас пригласил в нашу местность европейский молодой депутат с предложением провести масс-функцию опять же это идет театральное озеро фактически метров 50-100 от той самой скамейки которую видели раньше вот мы сделали такую скульптуру она достаточно огромная то есть опять же высоту где-то метров на россии 8 можно следующий слой когда забирается она раскрывает свои крылья и получается такой огненный цветок есть типическое видео где мы несколько часов подряд пытались ее поднять плечами на плечах человек 10-12 в конце концов этот молодой депутат решился потратить тысячи рублей на кран перейдет кран на лед и поднял ее за 5 минут за 15 минут ну подход да то есть он все боялся что этот кран утонет в итоге мероприятие было до конца верно не согласовано и самый последний момент эту структуру стояла на 2 дня в момент сжигания у нее стояло порядка 4000 человек в самый последний момент разумеется приехали полицейские и сказали ну ребята так включайте музыку все а там люди просто огромное количество да они сконтируют мы сейчас идем мы сейчас идем фу 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 зажигает зажигает люди северные спокойные да пошумели и разошлись ну в конце концов когда мы уже все расстроились разошлись нашелся кто-то кто-то зажег и мы сняли да она очень плохо коррела очень плохо коррела но эта история то что искусство оно способно собирать да то есть в течение двух дней то есть мы все делаем в гаражах сделаем модуль и никто этого не видел мы привезли поставили вот этого лебедя в течение двух дней видео проходя по очень проходной улице проезжая ну видимо сарафанная радио реально 4000 человек не собрать квадрокоптер прилетел там просто огромное количество людей то есть люди на самом деле жаждут чего-то нового интересного и если уж масленица так она может быть и такой не обязательно сжигать куклу следующее так и строят регионов ну тут у нас позвали мальдиновка густянский район это лыжное первенство россии было вот мы сделали такую птичку мальдиновку давай следующий да потом мы сделали такого коня у нас одно время были одни кони и олень то есть это было замечательно олень но когда вот медведь когда мы поняли что не укрепить а коня кстати поднимали экскалатом спасибо организатору потому что его было просто не пофиг вот в итоге это все сделано новой зимой все тут красиво и хорошо стояло но когда наступила весна разумеется с ним подтаяло вместо того чтобы подложить какие-то бребена ну чтобы вырубить да ну местные архитекты кто-то остался в виде движной базы решили просто все разобрать а вдруг упадет и так далее да твой свой на самом деле свои магниты привлечения внимания у нас не очень много монументов вообще в россии да область особенно в северо-агринске в организме если есть то 95 процентов все скорбные ну посвящены каким-то грустным событиям голод война еще что то еще конечно они должны быть но граждане горожане хотят чего-то позитивного в том числе ну вот такой приведенный ответ вот мы сучимся еще одна история вот этот мизинский конь как вы видите мы все-таки с традицией за модерн он был сделан за очень смешные деньги даже дешевле чем ну вот так просто по стоимости досок и поварил просто еще и наше было для минуточку музей малой карелы самый большой музей под открытым небом в россии самый большой стране в мире и понятно что в музее малой карелы наверно не 10 тысяч рублей бюджетные все праздники сделали этого хаосного мизинского коньяна втроем и в войне что на праздник уже не он просто и два дня вы остановитесь сейчас я скажу а то просто и два дня и все его уберут слава вы видимо полегулись убрать действительно там до сих пор очень отлично вписался в мизинский сектор как вы видите вот эта фотография с интернет вот барышня с конем вот он зимой хорошо смотрится дальше ага все видимо барышня с конями закончились но реально он оживил мне кажется да то есть я могу сейчас козырнуть там где реально исторические какие-то сооружения единственный такой арковый наводел не кафе не туалет не мостки а что-то с претензией на искусство а как нас понимали да это же не визинская роспись да как вы относитесь к традиции вообще просто был такой халилар и тем не менее этот конь работает работает и работает и мне кажется здорово что он там появился давайте дальше международные проекты но это история уже в норвегии была кода два назад на фестиваль баренских тарок нас пригласили чтобы мы сделали обменные скульптуры и одна из них не должна была сгорать это вот такой ойси это бывший рисунок на камнях да то есть этому рисунку где-то пять тысяч лет и в общем нам сказали вот смотрите вот тут что нарисовали у нас сам или кто там еще сделайте пожалуйста некую 3d модель мы эту 3d модель сделали в гараже уже в большом таком нормальном ангаре отапливаем все прекрасно юрилер-тракторист все это поднял вывез привез то есть спины нашей болели все было отлично и это вот этот ойси тоже простоял в центре города декиркина с месяца три наверное опять же был таким туристическим магнитом потому что туда очень много приезжает китайцев к самой богатой нации других туристов и вот все они там фотографируются по ним он опять же большой да то есть ну чтобы понимать можно запросто залезть в него и там на корточках поместиться ни одному человеку внутри у нас были большие красивые светильники со свечами то есть здесь не видно но они были в итоге эту структуру все-таки за дешевку по дешевой цене когда так сказать срок аренды истек купил киркинесский снова отель снежный отель в общем она переехала из центра города в пригород где ей живет до сих пор надеюсь что мы там что-нибудь им еще построим давайте дальше а вот эти скульптуры уже были генетические этот олень двигал головой когда горел дальше вот еще один олень и вот этот же олень это шаманский глубин когда сам возмутительно сказали как так вы ждете наши символы хотя эта история была о том что наоборот мы показываем что традиция традиционный класс жизни уходит и приходят новые какие-то линии вот в изначальном сценарии должен был выходить слева направо огромный танкер который все концентрировал собой поскольку нефтяные компании тоже спонсируют фестиваль танкер мы убрали вот такая история ну и потом когда сами возмутились вот сказали что это космический портал вот вы видите несколько тысяч человек то есть это шоу открытие буквально 20 минут и нам нужно сделать так чтобы наши все фигуры сгорели и задвигались ровно в 10 минут важных и нужных то есть один олень самый левый когда заживался он вставал за счет ребяток ну огромная история до высоты я не знаю сколько там получился просто а есть тоже видео у нас хватит времени мы посмотрим вот этот олень в самый последний момент так поворачивался на куплику идите рыдали просто рыдали бедные олежки но мы выполняли заказ данного сказали вот такой сценарий арт-директор фестиваля именно так представил что традиционный угол от жизни будет и что будет дальше то есть там фестиваль не только развлекательный но и как-то что подумать со смысловой да вот при этом стоит саамский хор или даже не саамский они все поют песню про солнце ну в общем очень классно все это звучит и полторы тысячи человек смотрят на этот огонь очень тепло всем хорошо посмотрите как близко да когда эта история была на льду сильной длины расстояние между фигурами и людьми было я не знаю собрать метров 300 наверное ну для тех у кого дальнозоркость у кого есть гноук тут все гораздо ближе все оцеплено везде пожарные машины стоят они даже не догорялись эти пожарники потом раскатали свои рукава все затушили вот так был не премьер-министр Норвегии был министр иностранных дел Норвегии там потом какие-то высокие гости из мурманской щетки в общем все солидно у нас все получилось хорошо что те люди которые смотрели это вот как зритель не видели чтобы вот загулись да там поджигай не горит не горит поджигай аааа ааа вот но потом вот этот залет и всем стало хорошо но на самом деле очень масштабная очень различная штука и если учесть что люди живут в заполярье в конкретном заполярье да солнце у них очень мало и все время либо очень холодно либо просто так себе то вот этот символ что что-то теплевое горячее понятным очень загорелось поэтому люди повеселились да ну в смысле поспряли как дальше вот после тех норвежных гестролев нас позвали еще норвегия опять же это уже город Мушьо он же Мушен это не совсем север Норвегия это центр Норвегии символ этого города герб петуха ну как вы видите пришлось делать петуха слава богу не оденем вот а еще есть второй символ это это проездной такой город похож на березнинг только вместо трех тысяч человек там уже где-то десять тысяч человек а в середине лета вот тоже вот такой классный кто вышел в середине лета он сокращается в двадцать тысяч человек там учреди разных фестивалей один за одним один за одним и при этом не каких-то высоко там интеллектуальность а фестиваль для проектов для праздников холи и так далее то есть каждый день ориентирован абсолютно на обычную аудиторию так сказать и его и начинали даже профессиональные художники они расстроились что у них нет фестиваля они сказали дайте нам возможность выставляться то есть фестиваль плюс арбалерей вот и вот история такая что там очень сильно развит футбол и велосипедное движение поэтому мы посадили петуха на трехколесный велик и сделали то же из подручности что приятно все вот эти вот все вот эти железки были найдены на местной помойке то есть мы специально поехали на свалку мы собирали это вот делал Даниил Бласов наш художник и мастер а я и Александр Медовов рубили вот этого здорового петуха вот следующий слайд можно посмотреть вот такой он вышел и еще следующий слайд это вот он достоял уже до зимы вот он тут под северным сиянием вот такого вот велобуду мы сделали то есть у него крутится голова и на руках звоночки можно позвонить и опять же видите плавник там тоже вспоминали лес как у нас и там вот эти седые деревья они бывший пирс поэтому вот мы сделали такую медитирующую велобуду велосипедисты и поставили в центре города все эти трескульптуры и я подозреваю что они стоят там до сих пор и думаю что никто их не распилил на травах то есть вот так ага опять Норвегия и большой проект на котором я хотел бы остановиться отдельно дракарный лиофан сделали мы его прошлым летом шестером за хотя бы больше чем написано не устроил шестер за сколько дней? за десять здесь мы использовали в качестве стройматериалов доски от старых особенных домов которые нам позволили использовать и разные бревна от старых пирсов на свалке тоже найдем вот можно пока пристать вот такой вот огромный дракар вот масштаб длина получился 18-18 кг мы хотели сделать вот 15 но не вышло маловато да, маловато то есть добьем диктовал так как простасно диктовал вот у них очень известный парольный хэнтегрютон здоровенный и вот наш дракар как проникационный знак когда ну то есть смотрится даже на фоне вот этих огромных пароходов когда этот пароход заходит в город Варнил он настолько огромный что кажется космический депрайс корабль подлетел и просто я не знаю вот в высоту примерно как 9-я даже дом вот можно сейчас папочку дракар по-моему про фотографии ага вот а вероникам и два задания рассказать идея команда бюджет символизирует диктат жизни после проекта вот на примере давайте покажем как рождалась идея вот эскис номер один ну понятно что варди это город мореплавы город рыбаков маленький город когда там было 5-1000 населения сейчас там живёт и есть полиэты тысячи населения когда у них закончилась активная рыбная промышленность то есть уступил жёсткий кризис и половина города уехала в итоге сначала был тучащий кризис Потом они стали делать проекты для привлечения художников различных. И один из них — это фестиваль граффити. Полгорода, то есть город красиво выглядит, но половина домов заброшена. Были расписаны, раскрашены разными художниками из всего мира. И очень большая скульптура. Как вам дальше? Не скульптура, а по этому. Картина, которая была нарисована, я не знаю, на каком-то рыбном ангаре, длиной, наверное, метров 30-50 — это скелет кита. То есть, когда-то там и бывает китобойная история. И вот этот скелет кита нас вдохновил. Мы решили совместить две грифологены. Как рождается идея? Дракан, как корабль лейтенков, мореплаватель, морских разбойников, и скелет леопардов. Ну, морское чудовище, да, в ней есть, он же кашалот. То есть, мы так вот совместили две эти истории. Получился вот такой дракан. На картинке. Это ведь сверху. Вот те самые прекрасные стройматериалы, с которыми мы работали. Сколько мы выправляли этих гвоздей, сколько, я не знаю. Ну, в общем, из хлама абсолютно сделано. А, очень важно. Нас позвали для того, чтобы мы сделали звонницу и мостки вокруг. Поморский крест поклонный. То есть, наши предки торговали с норвегами, и, соответственно, там есть поморское фарбище старое. И, в общем, нас позволили, как дачных подников, сделать мостки и немножко украсить еще. То есть, дооформить этот крест. А дракан у нас был факультативом. Сказали, ну, парни, что хотите, делайте. Вот он. Для того, чтобы вот так нарисовали, да. Для того, чтобы реализовать этот проект, норвежская страна решила использовать принципиально архангийский лес.